Возьмите его. Сюда, вот сюда. Держи себе. Давай, давай. Держи тебя вот так, держи. И спусь подсюда. Слышь, подсюда. Пойдем. Отсюда. Отсюда, сходи. Отсюда, сходи сюда. Отсюда, сходи сюда. Ну, сходи. Сейчас. Сейчас будем разговаривать. Сколько вам лет? Мне 84, как раз 2 мая. А ребятишки выговаривали? Померли у меня. Два сына были померли. Дедушка помер. Братя все померли. Сестра была померла. Никого мне не помогает. А что вы не сделали? Все помогает. Что приходит, то и помогает. И начальник там все помогает. Приезжаю часто. Узнаваю, как я живу, чем я нуждаюсь. Вот. Даже приезжала сама начальник. За водой даже ездим. Мне воды не было. Привозили меня. Сама начальник даже. Помогает. Все помогает. Спасибо. Довольная. Всем довольная. Всем довольная. Спасибо. Как вы сами понимаете, разговор с этой всем довольной старушкой в обиходе из-за утра Диониха не мог состояться без участия работника Центра социальной помощи Аджиникидзевского района Магитогорска. Наташа Ворошилова, которая привела нас сюда скромно стояла в сторонке. Мы по-настоящему всерьез заинтересовались ее работой и работой ее коллег. В течение нескольких дней мы отслеживали эту работу в самых разных учреждениях социальной помощи Аджиникидзевского района. И начали мы с управления пенсионным обеспечением, где, как нам сказали, применены новые формы обслуживания пожилых людей. Если раньше СОБЕС, как говорят люди, а сейчас правильно говорится, управление пенсионного обеспечения, выполнял только функции правильного назначения пенсии, то с прошлого года мы стали еще и своевременно выплачивать эти пенсии. То есть те функции, которые выполнял город Челябинск, областное управление, сейчас делаем мы на месте. Повлекло за собой еще и дополнительные расходы, это распечатка, деньги дополнительные на бумагу, это приобретение компьютеров, множительной вычислительной техники. Но я еще раз говорю, что было сделано все это для людей. Пенсионеры стали получать пенсию в сроке в два раза меньше, нежели раньше. После того, как в августе наши пенсионеры в сентябре начали страдать, мы решили, поставили перед собой цель открыть доставку пенсии. То есть кроме того, что назначать, выплачивать, еще и доставлять самим пенсии. Но прежде занимались почтовые работники, да? Да, и сейчас они продолжают заниматься. Мы ездили, делились опытом в другие районы, другие области, смотрели, как это делается. Часто ли мы прежде встречались с такими понятиями, как милосердие, сопричастность? Если впрямую нас не касались страшные вещи, такие как пожар, наводнение, гибель родителей? Нет, наша жизнь протекала на ровном дыхании, хотя где-то на ее отшибе жили инвалиды, сироты, бездомные люди. И всегда в курсе их забот были работники центров социальной помощи, хотя назывались они прежде по-другому. Но одно незыблемое правило существовало всегда для тех, кто здесь работал. Персонал должен обладать высочайшей степенью сочувствия людям. В жизни этих женщин, работающих в центре, немало было горести, но радостей, конечно, больше. Вам в самом деле на этом помогает то, что у вас на троих 14 детей? Ну, как понять, помогает. Вы имеете в виду в работе с нашей категорией, которая к нам приходит? Ну, чужие проблемы. Ну, конечно, конечно, помогает. Еще как помогает. Я, как говорится, нужды всех многодетных знаю. Галина Михайловна нужды всех, у кого, как говорится, только мама есть одна. Марина Микторовна знает, что такое родители, это дети без отца, естественно, это в работе. И отпечаток, конечно, накладывается, но и помогает это тоже. Дело в том, что мы знаем нужды людей полностью, от и до. Не надо никаких там бумаг, мы это все в жизни испытали. Вот говорят, когда врач очень долго работает, врач, он, значит, внутренне не то чтобы расточается, но появляется профессионализм. То есть какая-то отмеченность, проблемы от боли людской. А у вас? Ну, если мы будем отвлекаться от боли людской, мы будем жестокими. Значит, нам здесь не место работать. Понимаете? Здесь каждый человек приходит со своей судьбой, со своей боли. И это каждая встреча с человеком воспринимается совершенно по-новому. Здесь нет повторов. Хоть даже даже будут многоодетные, хоть, как говорится, ребенка инвалидов. Нет повторных людей, нет повторных судеб. И поэтому к каждому человеку мы относимся, естественно, доброжелательно, дружелюбно. Как бы там у нас кошки на душе не скрипели. Особое значение сегодня имеет работа с новой категорией страждущих. С виду это, как правило, здоровые люди, в жизни которых черную отметину сделал Чернобыль. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Пробыл я там с конца, или с начала, с конца, вернее всего, июля по ноябрь месяц. Можно как-то вот по-военному четко охарактеризовать работу Центра социальной помощи Роженкинского района? Ну, я считаю, учитывая их возможности, а я, в общем-то, вполне осведомлен в этом. Маленькие у них, да? Да, маленькие, но, учитывая их возможности, сами они относятся очень хорошо и доброжелательно, и во всяком случае, все делают, все возможное, чтобы, так сказать, в какой-то степени скрасить вот эту обстановку. А это еще один центр социальной помощи района, только расположен он в левобережной части Магнитки, прежде ее называли соцгородом. Здесь, на левом берегу Урала, в глуби поселков Коммунальный, Кородырский, Дмитриевский, Дзержинский и других, проживает основная часть патронируемых центром людей. Та же категория нуждающихся, что и везде – инвалиды, одинокие, малоимущие люди. Пойдешь в Масло – 18-19. Разве я на эту пенсию куплю? Нет, конечно. А кто с вами живет-то? Никого у меня нет, и одна. Сын умер у меня, 30 лет. Ну, эти женщины помогают вам как-то словом, делом? Конечно, словом и делом, и всем. Всем помогают. Вот я пришла, меня может. Вот мне нужно халатик скроить. Мне записали. Приходите, скрой. И все же я не думаю, что их стало больше. Тех, кто остро нуждается в социальной помощи. Беженцы – особая статья. Просто на их проблемы сегодня обращено более пристальное внимание. Молодая власть как бы оправдывается за свои порой корявые движения во время следования по пути реформ. В перестроечной спешке про стариков явно забыли, полагаясь на то, что дети, благодарные реформаторам за новую сказочную жизнь, уж о матерях и отцах позаботятся сами. Но дети есть не у всех. И не все дети живут в достатке. Вы с какой целью здесь? Я заказчик. Не понял. Возраст не подходит. Нет, я работаю социальным работником. Принесла заказ от инвалидов, от пенсионеров, которые не могут сходить себе пошить, заказать вещи. Не в состоянии либо пройтись, либо материально не хватает денег. И сколько на вашем попечении? У меня 14 человек. Все довольны продукцией цеха? Очень довольны. У нас на левом берегу 12 участков. Вот все из этих 12 участков мы обслуживаем бабушек, которые малоимущие, у которых маленькая пенсия, в основном одиноких. Это обслуживание на даму. Частный сектор в основном? В основном частный сектор, да. Душу это не зачерствели, пока вот среди людского горя, одиночества? Ну что вы. Все, кто у нас работают, женщины, в основном все добрые, отзывчивые люди. Кто не приживается, кто не может с пенсионерами работать. В основном у нас уже девочки работают давно, социальные работники. Уже по 5, по 6 и больше лет. Ну а кто не может, те уходят. Ну а кто не может, те уходят.